Не беси меня, милый, ты отлайкал все фотки даже без обработки, даже без фотошопа. Слова из новой песни Ольги Бузовой как нельзя лучше отображают современную действительность, когда лайк парня на фотографии другой девушки воспринимается за измену. Сегодня певица представила на суд публики шуточный клип на эту композицию, в котором показала, как надо наказывать бойфренда, уделяющего много внимания красавицам из социальной сети. Только за час новая работа Бузовой собрала более 200 тысяч просмотров. Поздравляю с премьерой клипа, официальный клип в стиле ретро. Эпоха 80-х возвращается, многим пользователям сети ролик пришелся по душе. К слову, в этой работе Бузова снова показала, что умеет посмеяться над собой. Да и большинство поклонников звезды отметили, что в последнее время она стала выпускать более позитивные песни. А ведь раньше в творчестве певицы преобладали грустные моменты, что неудивительно, после расставания с экс-игроком локомотива Дмитрием Тарасовым Бузова долго находилась в депрессии, что отражалось на исполняемых ею композициях. Теперь все это позади, и Оля готова к новым экспериментам. Беру свои слова обратно, Андрей Разин публично извинился перед Ольгой Бузовой. Напомним, Ольга Бузова основательно взялась за певческую карьеру после развода с Тарасовым, в начале 2017-го. Она бы могла начать ее раньше, но Дмитрий не хотел видеть жену на большой сцене. Вспоминаю один момент, когда она хотела поддержки от любимого мужа. Это было при попытке спеть первую песню под звуки поцелуев. Но в ответ услышала только смех, сарказм и слова «Ты что, совсем с головой не дружишь?». Поэтому, именно песни о «Люди не верили» олицетворяют веру человека в себя, в свою мечту. «В этой песне она выразила свою боль, и я плачу каждый раз, когда слышу, что ангелы расправят крылья и улетят», — вспоминала мама звезды Ирина Александровна.